У каждого человека внутри есть собственное ощущение того, каким должен быть его дом. Чтобы утром, когда он просыпается, или вечером, когда возвращается с работы, дом создавал для него особое настроение. И в этом ему может помочь дизайнер интерьера. Саня, ты по профессии юрист. Как это получилось, что начала заниматься дизайном интерьера? Да, действительно, я юрист и проработала три года в банке. Но начала свою творческую деятельность, можно так сказать, банально. Я вышла в декретный отпуск. И начала делать ремонт в своей квартире. А где-то ты еще дополнительно обучалась? Да, я обучилась. Потом я получила профессиональные знания, которые уже и сейчас до сих пор применяю в своей работе. А вот в этом доме ты тоже сама была дизайнером? Да. В этом доме я уже подошла более профессионально к дизайну. Если хочешь, можем посмотреть. Давай, давай посмотрим. Зеркало сложено из нескольких элементов. Присутствует фацет. Он добавляет некую хрустальность. Здесь мы повесили бра прямо из зеркала. Очень интеллектный вид. И столик такой. Да, и столик. Это консоль. Маленький столик на длинных ножках. А это санузел. Здесь мы расширяем пространство зеркалом. А на полу вот такой оригинальный керамический коврик. Вот здесь в зале я сделала такое панно, зону для телевизора. Обычно все думают, как бы обыграть эту зону достаточно оригинально. Вот здесь родилась такая идея использовать черные обои в обрамлении с золотым багетом. В этой комнате присутствуют два цвета. Черный и белый. На этом обыгран весь интерьер. Вот здесь присутствовала батарея. Мы ее решили обыграть вот таким каменным резным панно. Получилось очень интересно. Действительно. Посмотри, здесь на этой стене мы использовали темные обои. На этой стене светлые. Пространство дополняется зеркально. То есть здесь присутствуют темные обои, здесь присутствует темный шкаф. Спальня также в классическом стиле, но присутствуют элементы барокко. В работе дизайнера мы применяем несколько видов визуализации. Мы работаем от руки, то есть рисуем интерьер. Либо работаем в 3D, это компьютерная программа. Тенденции дизайна. В детской комнате используются теплые яркие цвета. На этой фотографии на стенах покрытие, позволяющее детям на нем рисовать. А потолок оформлен в виде солнца с лучами. Санузлы оформляются как продолжение жилых комнат. В кухнях важно сочетать не более трех цветов. Причем выбрать один аппетитный цвет. В небольших спальнях акцент можно сделать на изголовье кровати, создав оригинальное панно. Зал чаще всего оформляется в классическом стиле. Акцент на стенах, цветовом оформлении и мебели. Ты хотела бы научиться? Конечно, с удовольствием. В первом задании Саня нарисовала посреди стены зеркало и передала мне для дальнейшего оформления. Оказалось, я забыла оформить стены, обозначить галтели и плинтуса. Во втором задании Саня сделала набросок узкого коридора и указала место расположения двери. Здесь может быть какой-то угловой шкаф, чтобы снять верхнюю одежду. Например, да? Вот сейчас ты совершаешь типичную ошибку. Да? Да. Почему? Почему? Потому что угловые шкафы для того, чтобы поместить туда одежду, они должны быть очень большими. Здесь достаточно неплохо все. Вот. Единственное, хочу отметить, что устанавливая бра на стенах, в таком узком коридоре, бра не должны быть слишком далеко отставлены от стены. А вот самый хороший размер зеркала от пола и самая высокая точка? Сейчас нет таких конкретных норм, скажем так, по зеркалу. Вы можете ставить зеркало и от пола до потолка. Вы можете делать зеркала различной формой. Вы можете делать узкие и широкие, сочетать их. Но самое важное должно быть то, что, глядя в это зеркало, вы должны отражаться без помех, скажем так. Полностью для того, чтобы видеть себя с ног до головы и как бы не видеть никаких помех. Вот это важнее. Сегодня в моей шкатулке появилось новое увлечение – дизайн интерьера. И теперь мне будет легче воплотить в жизнь мои мечты об идеальном доме.